Министр транспорта Тульской области. Нужно обеспечить безопасность и доступность перевозок. В Тульской области продолжат обновлять автобусы. Об этом говорит 2 февраля министр транспорта Тульской области и дорожного хозяйства Родион Дудник на брифинге для СМИ. Главные принципы стратегии развития транспорта – безопасность, доступность и комфортность перевозок. Так, транспорт в области оборудованной системой ГЛОНАСС. Автобусы ежедневно осматриваются и обрабатываются дезинфицирующими средствами. Обновляется подвижной состав. Теперь 50% автобусов обязаны быть не старше 5 лет. Сейчас 77% льготных и коммерческих маршрутов соответствуют этой норме. К концу 2022 года такую работу планируют провести полностью. В 2021 году появилось 9 дополнительных льготных маршрутов. В 10 населенных пунктах впервые появились транспортные сообщения. На 35 маршрутах появились новые остановки. В Туле построили 2 автостанции – Восточная и Северная. Это помогает разгрузить транспортное сообщение в городе. В 2022 году закупят 200 новых остановок. В Тульской области стало можно оплачивать проезд по карте «Тройка». Кстати, за 2021 год около 44 миллионов поездок оплатили по Безналу. Этот обычный с виду автобус – не только современное средство передвижения, но и преграда распространению коронавируса. Ведь прежде чем оплатить проезд и занять свободное место, пассажиры проходят санобработку. Для этого на входе установлен бесконтактный санитайзер. Систему защиты дополняет рециркулятор воздуха, который также установлен в салоне. Восемь новых антиковидных автобусов уже больше недели выходят на маршруты в Веневском, Киреевском и Узловском районах. При этом наравне с безопасностью пассажиры уже успели оценить и комфорт новых транспортных средств. Комфорт довольно-таки сейчас на высоком уровне. То есть сейчас довольно стало хорошо в новом транспорте. Присутствует антисептик, можно руки обработать, комфортное сидение, очень теплые автомобили и хорошие водители. То есть только плюс. При этом плюс есть не только для обычных пассажиров. Людям с ограниченными возможностями, которые передвигаются в инвалидных колясках, при необходимости водитель буквально за 10 секунд может раскрыть специальный пандус. К тому же при посадке пассажиров автобус может буквально стать ближе к земле, опуститься на воздушных подушках. Они же во время движения снижают неприятную тряску в салоне. Наша компания всегда старается обновлять подвижный состав. Также организатор перевозок Тульской области в контрактах на обслуживание прописывает, что 50% техники должно быть новой. Новым считается автопарк не старше пяти лет. На данный момент этому требованию отвечают 77% пассажирских маршрутов Тульской области. Всего их 528. Однако обновление автопарка – это только одна из двух важных целей областного правительства на 2022 год. Вторая – это сохранение и расширение существующей транспортной сети. Для этого в прошлом году автобусы пустили в 10 населенных пунктов, куда раньше общественный транспорт не ходил. На 35 маршрутах появились дополнительные остановки. В этом году закупят порядка 200 новых. В отдаленных муниципалитетах оборудуют зоны ожидания. Это отапливаемые остановки закрытого типа. О планах на 2022 и итогах 2021 на брифинге в областном правительстве рассказал профильный министр Родион Дудник. С 1 января 2022 года увеличена льготная транспортная сеть на 9 маршрутов. Стало 267. Это позволило улучшить транспортное обслуживание более чем 120 тысячам жителей нашего региона. Данная работа проводится министерством на основании заявок от администрации муниципальных образований, которые их составляют в соответствии с потребностью жителей региона. Опять же, для удобства жителей в Тульской области была организована безналичная плата с помощью банковских карт и тройки. С момента запуска программы свыше 1200 транспортных средств были оснащены новыми терминалами. За 2021 год около 44 миллионов поездок, а это примерно 75% от общего количества, было оплачено по безналу. Кроме того, для повышения комфорта и безопасности пассажирских перевозок с 2020 года в Туле действует интеллектуальная транспортная система. Она уже позволила увеличить пропускную способность на городских магистралях в среднем на 10%, а скорость движения на 7%. Для пассажиров это означает сокращение времени пути. В планах на ближайшее будущее подключить к этой системе Алексин, Венёв и Щёкина. Олег Лапиков, Михаил Бологов, Артём Качин, Первый Тульский.